Не могу сказать, что специально, но в последнее время так получилось, что слежу за какими-то блогерами или там страницами в инстаграме тех, кто не так давно приехал в США и кто делится своими впечатлениями. Часто это какое-то там недоумение, критика, там что-то раздражает, зачем-то скучают люди. И честно, делают из банального любопытства, потому что интересно услышать чужой опыт и сравнить со своим. Замечаю ли я то же самое, раздражают ли меня те же самые вещи. И одна из тем, которая самая ходовая, я бы сказала, это про еду в США. Насколько вкусные или невкусные продукты, насколько дорого или нет. Чаще всего говорят, что сложно найти вкусные, особенно фрукты и овощи, что все там пластиковое, не пахнет. И сегодня хотела поделиться чисто своим опытом на эту тему. Самое главное, я считаю, надо знать, где искать. И вот такая красота. Растет прямо на деревьях у нас орхидея. Идем на кухню. И ездила я в Bedners Farm Fresh Market. Находится он у нас в West Palm Beach. Есть еще два магазина в Delray и Boynton Beach. Нам его очень советовали. Именно относительно свежих фруктов, овощей, зелени. И когда я туда первый раз ехала, я думала, что market это рынок. И я ожидала увидеть небольшой какой-то рыночек. Оказалось, что это именно маленький магазинчик, супермаркет, грубо говоря. И мы теперь туда регулярно ездим. И вот сегодняшний мой улов. Я нашла базилик. Очень ароматный. Много его здесь. Большой пучок, высокий. Буду его использовать для моего любимого салата, который я пробовала в Венеции. Могу поделиться рецептами, если кому-то интересно. Там моцарелла или барата. Очень свежий, легкий, но вкусный. Нашла укроп. В Калифорнии у меня была проблема. Я не могла найти укроп. Здесь, во Флориде, с этим проще. В принципе, он есть почти во всех супермаркетах. И, ну, Беднерс он особо ароматный, конечно, тоже такой. Достаточно крупный пучок. Прям обхватить не могу пальцами даже. То есть, прикольно. Вот, потом попала на классную акцию. Пять перцев желтых за один доллар. Причем перцы достаточно крупные. Точнее, не достаточно, а очень крупные такие. Прямо ладошка моя. Вот. Белый лук. Одно из самых дорогих получилось, на удивление. Помидорки такие. Помидорки круглые. Самый дорогой получается продукт. Это вот такие помидоры. Они очень мягкие, очень ароматные. Прямо как дома у мамы. С огорода. Прямо нюхаешь, даже не разрезая. И очень классный аромат. Еще у нас один авокадо. Ну и по традиции. У нас есть такая традиция. У них очень вкусные булочки с корицей. Мы всегда покупаем одну. С подругой разрезаем напополам. И вечером с киношкой кушаем. Так вот. Вроде они такие прям супер дорогие цены. Но вот как я сказала, белый лук получился почти 5 долларов. Хотя у меня всего 3 штучки. И вот эти красные крупные помидоры. 3 штучки помидора. Получилось 10 долларов 43 цента. Вообще у них цена 5 долларов за фунт. Фунт это 450 грамм. То есть достаточно дорого. Ну и в итоге за это все отдала 20... 20... Почти 20... Ну 29 долларов фактически. Но не жалею. И сейчас уже становится жарко. Поэтому переходим на салатики. И вот думаю на неделю нам этого всего хватит на двоих. А если вам интересна английская версия этого всего, то быстро пробежимся по чеку. Cinnamon Bun. Bun это булочка. Cinnamon корица. Homegrown Yellow Peppers. Не пропечаталось в чеке. Но это вот как раз и есть наш болгарский перец. Мы его называем. Здесь иногда можно услышать Bell Pepper. Чаще просто называют Yellow Pepper или Red Pepper. И обратите внимание, что специя, перец тоже будет Pepper. Поэтому когда покупаете, имейте в виду, что названия будут одинаковые. Плюс-минус английском. Дальше Sweet Onions. Ну это наш лук салатный. Мы его иногда называем белый. Dill. Это укроп. Parsley. Это будет наша петрушка. И есть еще Cilantro. Здесь это достаточно популярно. Особенно во Флориде. Так как здесь много мексиканской еды. Cilantro. Это будет кинза. Basil. Basil. Это базилик. Причем он есть и сушеный, и свежий. Тут и так, и так будет basil. Просто следите, что там. Avocado. Avocado. Plum Tomatoes. Как я уже говорила, это наши помидорки, которые сливка. И Harloom Tomatoes. Но это уже какой-то правильный сорт. Поэтому, в принципе, я думаю, это не принципиально прям так учить. Grand Total. Sub Total. Cash. Change. И thank you for supporting your local farmer. То есть, действительно, это все идет из местных фермерств. Поэтому все свежее, и поэтому немного оно дороже. Продолжение следует.